Добрый день дорогие друзья! Сегодня в импровизированной студии часы Casio GW-A1000 флагманская модель Casio на данный момент В общем вот так вот выглядит упаковка Ну, собственно, вот это вот железный такой футляр он находится в картонной коробочке Толщина инструкции моментально должна вам дать понять, что с часами этими все очень непросто Ну, а теперь давайте посмотрим на собственную модель Здесь минеральное стекло Сейчас Надо навестись Минеральное стекло, металлический корпус Сверху пластиковая защита Ремешок из пластика тоже Кнопки находятся вот тут вот И вот здесь вот тоже подсветка Ну, обычная То есть ее видно ночью довольно-таки неплохо Вот это вот заводная головка Она на самом деле, конечно, никакая не заводная головка Ее можно выдвинуть Для того, чтобы точно отрегулировать некоторые позиции в настройках Всегда есть проблемы с тем, что Ну, то есть, как-то очень уж не интуитивно Она вставляется на место Даже вот сейчас Мне не получается это сделать нормально Вот так вот Окей Это сенсор для измерения температуры Вот здесь вот находится Ну, собственно, у часов довольно много функций Это, например, синхронизация времени по радиосигналу Если говорить о Москве, то это не поддерживается Таймер есть, секундомер есть Как вы можете видеть, здесь вот находится Несколько Скажем так Табло Здесь вот Здесь вот день недели Вот здесь вот Минутная стрелка Минутная стрелка, часовая, секундная Вот как раз с их помощью и нужно Наблюдать За теми или иными показаниями Это все, конечно, довольно-таки тяжело Потому что, например, чтобы понять, какова температура сейчас Вам нужно будет понять, что здесь одна из стрелок показывает Цельсии или Фаренгейты Другая показывает минус или плюс И третья уже показывает окончательное значение То есть так вот моментально, чтобы прочитать данные Но это непросто Особенно в первое время инструкцию читать нужно обязательно Рекомендую еще и почитать и форумы владельцев Где, в общем-то, описаны всякие Всякие трюки И как Даже то, что ты будешь делать И как пользоваться этим замечательным устройством Потому что это часы Это, конечно, уже гаджет такой Показывает еще мировое время Есть, по-моему, уже частный сигнал Есть будильники Ну, в общем, функциональность типична для G-Shock Наверное, к функциональности можно отнести И защиту от ударов Защиту от воды От пыли От всего, чего только можно То есть в огне не горят В воде не тонут Часы довольно-таки массивные То есть они толстые Весит 85 грамм На руке Сидят неплохо Но здесь могут быть проблемы с тем Чтобы, во-первых, не совсем удобно их, конечно, застегивать И почему в кассе для топовых моделей Не сделают нормальную защелку Как, не знаю, на каких-нибудь механических часах На каком-нибудь традиционном браслете Не знаю Ну, то есть, чтобы это все было объединено Достаточно было надеть и зафиксировать Здесь приходится вот так вот постоянно Эти вот зубчики вдевать Понятно куда Вот, ну, на руке Вот так Естественно, они вряд ли под офисную одежду Хотя Японцы, например Как я могу часто видеть Растегивают рубашку И расстегивают Ну, чуть ли там не заказывают На пиджаке Растегиваются пуговицы Вот здесь вот Чтобы можно было носить Большие часы Разных цветов Размеров И Самые Разных марок Ну, в том числе И G-Shock, кстати говоря Данная модель Стоит порядка 25 тысяч рублей Можно найти дешевле Можно найти дороже Есть несколько вариантов цвета В сети Вы можете встретить Упоминание о том Как вот здесь вот Удалить вот эти вот надписи То есть, чтобы корпус был черный На мой взгляд Эксперимент Casio По изменению управления Он, ну, скажем так Мог бы быть удачным Если бы здесь был привычный Для всех G-Shock циферблат Здесь вот В жизни эти часы Практически не хочется Просто использовать функциями Из-за того, что сложно Считывать информацию Привыкнуть к этому Очень тяжело А там, не знаю Те же T-SOTE T-Touch Они, конечно, гораздо удобнее Для того, чтобы определить температуру Потому что там все наглядно Вот здесь, к сожалению Такого нет Поддерживается здесь Ну, здесь есть и солнечная батарея То есть Часы у вас, по сути, вечные Достаточно их оставлять Или находиться где-то на свету Чтобы вы могли Чтобы батарейка внутри Могла подзарядиться Это тоже, на мой взгляд Большой плюс Как мне кажется Для тех, кто любит G-Shock Это не самая, может быть, лучшая модель Если вам очень нравится дизайн То, конечно, вы можете отдать деньги И заполучить себе Такой образец в коллекцию Для тех, кому нужен G-Shock Просто для спортзала То я рекомендую посмотреть на другие модели На канале есть обзоры других часов Ну, подешевле Там тысяч за пять Можно найти что-то адекватное Это явно вещь для очень больших энтузиастов G-Shock В принципе, я к ним тоже отношусь Но, тем не менее Сам эти часы вот так Чтоб каждый день практически не таскаю Ну, в силу как раз указанных причин Ну, повторюсь Для коллекционера Это находка Потому что Неизвестно, как В Casio дальше будут экспериментировать С управлением Будут ли Или остановятся На какой-нибудь традиционной схеме Но вот сейчас Это, конечно, становится Все больше и больше проблемой То есть Окей, да Они Их можно смело бить Можно не бояться Там ударить их Обо что-то Там, не знаю Металлическое Или еще там Что-нибудь Вот Но управление Порой Конечно Приводит В полное изумление И еще не хватает Подсветки Типичной Для всех G-Shock Обычной подсветки Собственно Вот такая вот Странная модель Достаточно Но, тем не менее Хорошо, что В Casio решились Экспериментировать Сложно вспомнить Когда с управлением Происходило что-то Столь кардинальное За долгие-долгие годы Продолжение следует... Продолжение следует...